В сегодняшнем вебинаре я постараюсь немножко осмыслить такое понятие, как интернет вещей, и чуть-чуть добавить больше информации о брендах и о протоколах. И та, и другая тема в дальнейшем, скорее всего, выделятся в отдельные вебинары, потому что и в отдельное обучение, может быть, даже не только онлайн, потому что это очень большие темы. И тоже вне брендовые, как и сегодняшнее обучение. Итак, начнем. Сегодняшний вебинар называется «Концепция умный дом» или «Введение в концепцию умный дом. Водный курс для рынка систем автоматики». Собственно, основная идея этого вебинара в том, чтобы объяснить, во-первых, что такое умный дом, какие основные моменты необходимо учитывать, работая на этом рынке. Также обязательно описать, чем не является умный дом и какие ошибочные представления о нем существуют, какие у него есть преимущества и недостатки. При этом мы попытались поставить задачу себе, описать все это дело таким образом, чтобы и профессионалам было более-менее интересно, и непрофессионалам было понятно. Уж не знаю, насколько это вышло. Этот курс является вводной частью обучения, которое называется «Умный дом. Базовый уровень». Это практически единственное сейчас на рынке обучение по системе умного дома вне брендовой, которое добавляет любой брендовый курс информации о рынке, и о том, как вообще определенные системы строятся безотносительно какой-либо марки. Курс состоит из шести частей. Сегодняшний вебинар – это первая часть. Дальше пойдет нулевая часть, так мы его назвали сейчас. Дальше пойдет первая часть, которая относится к продажам, основу продаж системы умный дом. Дальше пойдут мультимедиа-сети, дальше будут примеры реальных проектов, управление светодиодным освещением и климат-контроль. Те, кто решат участвовать в этом курсе, получат по итогу сертификат. Чтобы его получить, нужно будет пройти несколько тестов в конце каждого из курсов и в конце сделать еще итоговое задание. Основа продаж системы умный дом состоит из трех частей. Самая общая часть, дальше часть по специфике продаж конкретного умного дома, и дальше практически инструменты продаж, включая некоторые Excel-файлы, например, для расчета стоимости и так далее. Основа мультимедиа-сетей – это самая сложная, по моему мнению, часть из всех, потому что медиа-сети развиваются очень быстро, и в магазинах иногда появляются такие вещи, на которые не успеваешь просто реагировать, они сегодня появляются, завтра исчезают. Также каждый экспериментирует у себя дома, и опыт каждого конкретного человека отличается от всех остальных. Но основная идея, которую в этой части мы представляем, это то, как инсталлятору можно заработать на системах умного дома. Секунду. Да, прошу прощения, выключаю звук. То, как инсталлятору можно заработать на мультимедийных системах. Да. Потому что это не так просто сделать, когда в магазинах продается так много всякого и разного. Дальше про реальные проекты у моего дома. Смотрим, как выглядят сами проекты. Материалов будет достаточно много в реальных проектах. И в автокад формате, и в других форматах. Дальше часть про управление светодиодным освещением, потому что сейчас как раз тот момент, когда заказчики с одной стороны отказываются от классических схем освещения, полностью переходят на светодиодные, а с другой стороны хотят им достаточно продвинуто управлять. Эти моменты не всем очевидны, даже тем, кто достаточно давно работает на рынке систем управления. Ну и управление климатом в системах умного дома, как самый вызывающий постоянные проблемы вопрос во всех практически проектах, где инсталлятор должен ограничивать заказчика, а не наоборот, где заказчик мечтает об идеальном управлении климатом, а инсталлятору приходится пытаться как можно ближе к этому приблизиться. Курс стоит 9900. За оплатой может быть любая, и, собственно, всем, кто заинтересован, пишите на info.sobako.smarthome.training.ru. Все, о нем хватит. Давайте переходим к основной части. Ну, что такое умный дом? Я постараюсь определить достаточно кратко. Это относительно новая концепция инженерного оснащения дома, которая использует не механическую схему подключений, а более рациональную командную схему подключений. Слева мы видим классический вариант, когда мы с двух точек управляем двумя группами света, с каждой из них, с каждой из точек, где висят выключатели, мы управляем обеими лампочками. А справа схема, где у нас есть командная сеть и исполнительная сеть. Эти две сети, одна из них передает команду, другая выполняет, собственно, и представляет пример того подхода, который мы называем умный дом. У такого подхода есть достаточно немало недостатков. Давайте перечислим несколько из них. Во-первых, недостаток такого подхода состоит в том, что такой подход дорогой для простых установок, и он требует больше кабельных трасс, именно для простых установок. Если объект очень маленький, или если мы даже на большом объекте в каждом помещении просто включаем одну-две группы света, то понятно, что построение по схеме такого рода сделает проект более дорогим и сложным. Также квалификация установщика, первого попавшегося электрики, например, из компании, которая работает где-нибудь там во дворе, новопостроенного дома, чаще всего не подойдет. Нужно искать установщика более высокой квалификации, который не просто обучился, к чему-либо, у которого есть хотя бы некоторый опыт общения с такого рода системой. Другой недостаток в том, что удовлетворенность клиента, которая обычно зависит от этапа монтажа, сделали красивый проект, сделали красивый монтаж, клиент доволен, перемещается на этап узконаладки. Когда монтаж закончен, нужно систему настроить и заставить ее правильно заработать. И именно от этого зависит то, останется ваш клиент доволен на дне. Если ваш узконаладчик не смог хорошо настроить систему, сколько бы вы идеально не делали все предыдущие этапы, заказчик будет недоволен, никому не будет вас рекомендовать, то еще может быть и не заплатит полностью денег. Поэтому особое внимание этапу узконаладки необходимо уделять. Третий недостаток в том, что нельзя просто пойти в магазин, купить первую попавшуюся лампочку и прикрутить ее к диммеру. Все чаще там продаются такие лампочки, которые не будут диммироваться в вашей конкретной системе. Нельзя пойти и купить первую попавшуюся кондиционер, вполне возможно, что он не будет управляться. А желательно купить кондиционер, инсталлятору, попробовать его в офисе и в дальнейшем рекомендовать своему клиенту. Именно такую модель. Или те модели, с которыми этот инсталлятор уже успешно поработал. Совместимость устройств надо продумывать заранее. С одной стороны это недостаток, с другой стороны это преимущество. Почему это преимущество? Потому что на самом деле заказчик спит и видит кого-нибудь, на своем объекте, кого будет интересовать конечный результат. Инсталлятору системы умного дома приходится думать только о конечном результате, потому что он в самом начале приходит на объект и должен уйти и рассчитаться заказчиком в самом-самом конце, когда заказчик уже доволен. По большому счету даже дизайнер выполняет меньшее, проводит на этапе строительства строительства меньше времени, чем инсталлятор системы умного дома. Почему? Потому что заказчик еще только все задумывает, а уже надо планировать, какие проложить провода. А в конце, когда уже закончена вся отделка, дизайнер уже давно ушел, опусканаладчик сидит на объекте, все настраивает под то, что хочет заказчик, и в итоге должен довести объект до того состояния, в котором ему понравится там жить. Поэтому для заказчика это преимущество, что инсталлятор умного дома должен продумывать совместимость всех устройств заранее. Ну и есть уже конкретные достаточно преимущества. Во-первых, работа со сценариями управления. Некоторые не совсем правильно реализуют эту схему, и заказчикам не очень нравится. Но если ее реализовать правильно, то заказчики только этой схемой пользуются. Когда вы нажимаете на клавишу, и помещение воспроизводит какую-то атмосферу, вместо того, чтобы просто включить одну группу света. Обычно заказчики запутаются, если им дать больше, чем 2-3 сценария на каждое помещение. Поэтому чаще всего есть сценарий выключить-выключить все. Есть сценарий какой-нибудь романтический, если это, допустим, спальня. И есть несколько дополнительных сценариев, если это, допустим, гостиная, которая может много функций на себя нести. Вторые преимущества состоят в простых перепланировках. Если мы на корпоративных объектах применяем систему управления, то перепланировка системы управления, перепланировка всего офиса не приведет к изменению системы управления. То есть вам просто ее надо будет немножко перенастроить, и то даже не всегда. И все прекрасно заработает. Оптимизация кабельных трасс. Мы уже видели вариант, когда с двух точек мы управляем двумя группами света. А вот в данном случае наверху схема, где с двух точек мы управляем четырьмя группами света. И включаем и выключаем. Здесь больше десятка кабелей используется. В случае системы управления кабельная структура очень серьезно оптимизируется. Ошибки проектирования. Если системы управления нет, то ошибки проектирования остаются ошибками проектирования. С ними приходится мириться. В данном случае вы видите на экране выключатель, который я лично сфотографировал в фитнес-клубе, который был сначала одной планировки, потом стал другой планировкой. Переделывать отделку, конечно, никто по одной планировке не захотел. И на выключатель все случайно нажимали, думая, что он включает свет в определенном помещении, которое стало офисом. Клиенты выключали свет всему офису, даже не подозревая о том, что там внутри у него происходит. Они просто видели, что там, где им нужен, свет не включается. И им пришлось сделать вот так вот, вместо того, чтобы просто систему перенастроить. Энергосбережение. Как ни странно, это не первое преимущество для умного дома, но это первое преимущество для интеллектуальных систем управления зданием. Если вы работаете на уровне здания, то вам придется объяснять свое решение использовать автоматизированную систему управления, чаще всего энергосбережение. Но если вы ставите умный дом, то это действительно одно из преимуществ, когда вы можете заказчику предложить вариант энергопотребления разного уровня, в зависимости от того, сколько устройств включено, это все может происходить автоматически. Но окупить систему энергосбережения вряд ли сможет, потому что умный дом обычно сопровождается также системой мультиром, красивыми дизайнами, на которые заказчик тратит достаточно много денег и которые окупить только за счет экономии электроэнергии непросто. Поэтому для корпоративных объектов это главное преимущество, для системы умного дома просто одно из дополнительных. Еще одно преимущество состоит в том, что заказчик хочет постоянно расширить функционал своих гаджетов. Даже если заказчик не хочет в дом, он очень часто согласится на управление с айпада своим освещением, шторами и климкой. Даже, собственно, не предполагая, может быть, что это и есть умный дом. Существует вот такая закономерность по соотношению цены и сложности. Если у нас простая система, то есть, например, однокомнатная квартира, в которой не очень сложная инженерная структура, то мы увидим, что обычная система будет иногда в два раза, иногда даже больше, дешевле, чем умная. Дальше, с увеличением сложности объекта системы со временем встречаются. И обычным механическим образом насыщенный большой дом реализовать в какой-то момент становится еще и дороже, чем при помощи умной системы. И дальше расхождение только увеличивается. Когда нам нужно использовать пять датчиков и десять выключателей, или вместо этого один датчик и один выключатель в умной системе, разница в стоимости становится достаточно серьезной, и умная система становится дешевле, чем обычно, не говоря уже о стоимости использования. Довольно часто меня спрашивают, какие аргументы, какие вопросы нужно задавать заказчику, чтобы понять, по большому счету нужна ему система, или лучше не париться и не предлагать. Если оснащение объекта сложнее среднего, много групп света используется много типов освещения, требуется регулирование уровня освещенности. Если много зон, где нужно с различных мест управлять разными функциями, если заказчик хочет управлять гаджетом, телефоном, или если заказчик сам хочет умереть дом, во всех этих случаях система рекомендуется. Та или ина. Если на все эти вопросы заказчик ответил нет, то тогда, наверное, лучше не тратить свое время на такого заказчика и либо инсталлировать ему обыкновенную систему, либо просто с таким заказчиком идти работать. Почему мы думаем, что за этим подходом будущее? Некоторые считают, что это просто дань моде, когда все вокруг мы пытаемся делать электронным образом, и завтра вернемся к стандартному варианту. В самом деле объекты становятся все сложнее. Каждым годом это видно. Также мы можем посмотреть на автомобильные системы. Видим, что во всех автомобилях совсем не так, как несколько лет назад уже применяются и цифровая шина управления, даже недорогих, и электроприводы, многозональный климат-контроль, также удаленное управление и мониторинг. Собственно, почти во всех случаях мы уверены, что автомобильные системы немного обгоняют домашние, но в общем-то по большому счету предлагают то же самое. И в этот момент мы подходим к такой теме, которая в последнее время все чаще звучит, интернет-вещей. Что это такое? Какое это отношение имеет к умному дому? Одно ли это тоже? Или это что-то другое? Что такое интернет-вещей? Интернет-вещей это я прочитаю с экрана концепция вычислительной сети, физических объектов или вещей, которые оснащены встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Дальше читать не буду, можете прочитать сами, но общая идея в том, что грубо говоря интернет, каждое устройство будет иметь доступ к интернету, или будет иметь доступ к некой сети, которая позволит этим устройством связываться со всеми остальными устройствами и работать таким образом. Главные моменты здесь в чем? Во-первых, на глобальном уровне адреса IP версии 4 уже закончились в 2010 году. Понятно, что интернет-вещей не может реализовываться на основе обычной IP-сети, которую мы используем чаще всего дома. 192.168.05. Холодильник 192.168.06. Ну и так далее. На достаточно большом объекте нам просто не хватит количества адресов. Поэтому IPv6, который дает очень широкий диапазон адресов, а именно до 300 миллионов адресов на каждого жителя земли придется, позволяет реализовывать очень крупную систему. И это, собственно, один из драйверов того, что в каждом устройстве со временем мы можем видеть сетевые карты. Также там есть встроенная автоконфигурация, которая очень упрощает процесс подключения к сети. Cisco считает, что интернет-вещей это первая реальная эволюция с сети интернет с момента создания. То есть до сих пор мы видели интернет по большому счету в том же самом виде, в котором он был при создании. Сейчас он меняется и, собственно, это изменение и называется интернет-вещей. Такой философский момент, в чем создает пользу для человечества от интернет-вещей. Человек собирает данные, потом превращает это все дело, обрабатывая, в информацию. из этого собирает знания, которое со временем превращается в мудрость. И этот процесс понемножку увеличивает преимущество для человечества. Собственно, то же самое делает и интернет-вещей. Он на новый уровень выводит количество полученных данных об окружающем мире. поэтому СИСКО опять же считает это язык доклада данный, считает, что интернет-вещей это критически важная стадия для развития человечества. Что нас ждет? В 2014 году будут проданы порядка 2 миллиардов устройств, соединяющихся с интернетом. До 2020 года до 8 миллиардов устройств или больше. Из них для конечных пользователей, то есть устройства, которые продаются в магазинах, будет примерно 3,7 миллиарда. Для транспорта Body Health, всякие всевозможные фитнес-браслеты и так далее. И для здания, инфраструктура. Собственно, здания и инфраструктура это наша часть. То, о чем мы с вами сейчас говорим. Какой подход у Intel в этом смысле? Тут они сочетаются и работают вместе с Cisco, AT&T, General Electric и IBM. Они сформировали альянс, который называется Industrial Internet Consortium IIC. Этот альянс формирует стандарты взаимодействия машин друг с другом как части интернет-вещей. В рамках этого дела Intel производит как чипы для самих устройств, так и шлюзы. Это новые устройства, которые будут включать в себя программную совместимость с различными чипами и облачными архитектурами всевозможными сетевыми. Еще несколько слов Cisco. Она одна из главных компаний, которые что-то говорят про интернет-вещей. Они заявляют, что по их мнению интернет-вещей родился, когда количество подключенных устройств превысило население планеты. Это произошло в 2008-2009 году примерно. То есть устройств уже больше, чем нас. Cisco обычно использует термин интернет-всего, а не интернет-вещей. Им он как-то даже ближе. что в этом плане говорят Google, Samsung, которые собственно ближе всего к нашим карманам. В смысле различных магазинов, которые продают различные гаджеты. Google купил в этом году Nest, производитель термостатов за 3-2 миллиарда. Samsung не так давно купил SmartThings, тоже производителя различных беспроводных устройств. для управления и мониторинга. Также Nest, уже владеем Google, Samsung и производитель процессор Farm, архитектур точнее процессор, не сформировали беспроводную платформу, которую назвали Thread, которая основана на IPv6. Платформа Thread выглядит достаточно стандартным образом, когда у нас есть в доме Wi-Fi сеть, которая работает через различные роутеры, которые уже в итоге присоединяются к различным устройствам. Межсеть формируется, аналогично стандарту ZigBee, но и тут мы видим, что протокол используется 802.15.4, тот же самый протокол, который используется для физического уровня ZigBee. Но Thread более высокий уровень дает немножко другого плана, не буду я сейчас в этом углубляться, но самое главное, что эти компании работают вместе и создают новый стандарт. С другой стороны, у нас есть Apple, которая вместе с iOS 8 представила платформу HomeKit. Глубоко сюда мне не хочется заходить внутрь этой темы. О поддержке HomeKit уже многие производители объявили. В числе такие крупные, как Honeywell, Philips и другие. О чем предлагаю подумать, это о том, в каком свете мы можем представить будущую коробочку Apple TV четвертой версии. Если она будет поддерживать HomeKit, у нее автоматически появится возможность стать центром различных домашних устройств и центральным контроллером. Каким образом умный дом соотносится с интернетом вещей? Умный дом это часть интернета вещей. Понятно, что интернет вещей это все подряд, даже умная зубная щетка. И к умному дому такие вещи отношения особенно иметь скорее всего не будут. То есть умный троллейбус, умная точилка для ножа и так далее. Умный же дом это часть интернета вещей, которая применяется на инсталляционном уровне, а не подключается в существующие сети. То есть строится дом, и заказчик хочет заранее те функции, которые по большому счету могут в дальнейшем получить интернет вещей, но он хочет их во встроенном виде. То есть он хочет инфраструктуру в своих помещениях, которая в будущем уже будет поддерживать встраиваемые устройства такого плана. Умный дом в основном использует проводные технологии, потому что интернет вещей использует и проводные, и беспроводные вместе. Почему умный дом использует проводные технологии? потому что он все-таки в большинстве своем устанавливается на новые объекты, когда дом только строится. Поэтому для повышения надежности и безопасности используются проводные технологии. Вот собственно и все, что я хотел сказать про интернет вещей и про то, как умный дом с ним соотносится. Потому что сейчас есть несколько точек зрения, нам ближе всего вот это. Теперь если мы работаем с системами умного дома, то один из актуальных для нас вопросов, каким образом мы общаемся с заказчиками. Заказчики часто не очень понятны и не очень понятливы. Заказчики чаще всего думают, что умный дом это похлопал включилось, еще похлопал выключилось, чаще всего несколько раз поработало и потом споналось. Многие заказчики думают, что умный дом это управление голосом. Также заказчики боятся многих вещей. В частности они боятся того, что это непонятно, это ненадежно, это дорого и это сложно. Это ровно те четыре опасения, которые испытывали британцы, когда Джордж Креппер представил им унитаз в 1861 году. С этими опасениями нам придется бороться, если мы общаемся с заказчиком. Нам надо объяснить ему, что это понятно, надежно, не так уж и дорого и совсем не сложно. Общий подход к представлению может отличаться, но мы рекомендуем сразу не упоминать сочетание умный дом, потому что это сочетание очень дискредитировано, конечно, оно абсолютно неправильное, оно абсолютно не точное, нам просто приходится им пользоваться, потому что оно самое популярное в нашей теме, но сразу упоминать его мы вам не советуем. Мы советуем предложить заказчику выбор. Заказчик говорит, мне хочется теплый пол, мне хочется освещения, давайте розетки мне сделайте, давайте мне сделать систему безопасности, управление домашним кинотеатром. Инсталлятор его ответ может спросить, вы хотите, чтобы мы это делали традиционным механическим способом, когда все подключается друг к другу, механической электрикой, или современным интегрированным способом, когда все работает в единой системе. Конечно, заказчик современную систему захочет больше, но будет опасаться, смотри предыдущий слайд. если вы приходите к заказчику на объект, то вы ему делаете некую презентацию, которая объяснит ему, что он конкретно ему предлагает. Есть кое-какие видео, которые очень хорошо объясняют, что именно вы заказчику хотите сейчас продать, или интерактивную, или просто видеопрезентацию показываете. Интерактивная, конечно, где он сам может поклепить. Также очень желательно, чтобы вы ему продемонстрировали что-нибудь работающее. В некоторых системах есть выключатели, к которым можно присоединить батарейку, которые уже будут работать. Вы приложите к стене и покажите. Примерно так оно будет. Если вы такую презентацию сделаете заказчику, скорее всего он захочет то, что вы ему предлагаете. После этого очень желательно рассчитать ему возможную стоимость. потому что это то, чего он боится больше всего. Того, что стоимость будет не соответствовать его бюджету ни с какой точки зрения. Если же заказчик пришел к вам, очень желательно, чтобы у вас был шоурум, которым вы можете показать некоторые возможности. Самая большая ошибка это сделать шоурум, который демонстрирует только освещение. Многие подключают лампочку и показывают, вот мы диммируем свет с айпада, вот наш умный дом. Это хуже всего, потому что заказчику кажется, что за управление лампочкой, которая для него никакой проблемы и так не представляла, вы с него просите большие деньги. безусловно, надо показывать управление освещением, климатом, безопасностью, развлечением, а также разные варианты устройств управления. Есть отдельная презентация, какой мы рекомендуем типичный шоурум. Это отдельный такой немаленький вопрос. Дальше мы рассчитываем опять же стоимость проекта, говорим возможную стоимость и оборудование. Типы заказчиков бывают разные. бывают заказчики олигархического склада с домом стоимостью более миллион долларов. Сейчас инфляция, наверное, 2 миллиона долларов, можно сказать. Миллион уже не такая большая стоимость. У таких заказчиков нет желания разбираться в тонкостях установленной системы. Заказчик говорит, я знаю, что вы мне самое лучшее предложите, давайте. Предложите не самое лучшее, но я дальше другого буду просить. Таким заказчикам достаточно понимать, что вы ему предлагаете самые классные вещи, остальное ему не важно. Он устанавливает все подряд, потому что может себе это позволить. Такие заказчики, как ни странно, не очень серьезное внимание обращают на дизайнера. У него обычно дорогая команда дизайнеров, но он считает, что вы, как человек, разбирающийся в системах умного дома и в самых современных технологиях, вольнее, чем дизайнер. То есть, он вас спросит, как мне управлять светом, а не дизайнером, как ни странно. В отличие от следующего типа заказчиков, у которых золотая середина, не супер дорогой, но и не дешевый дом, такие заказчики почему-то гораздо больше обращают на дизайнера внимание, чем на инсталлятор. Такие заказчики хотят консультацию дизайнера по каждому вопросу, и вам нужно сблизиться с дизайнером для того, чтобы продвигать свои идеи. Такие за систему управления обычно заплатят от 30 до 50 тысяч по стоимости оборудования. Ну, опять же, вы умножаете все это в 2 или делите на 2, это получится примерно плюс-минус 50-100% это примерно такого рода область на стоимость. Такие прекрасно понимают, зачем они устанавливают систему в дом, они его совершенствуют, принимают от этого выгоду, видели вариант у своих знакомых. Ну и дома более дешевого плана, это уже такой тип людей, которые очень сильно хотят установить систему, потому что им хочется дешевого сердито. Они, конечно, думают о комфорте, они не готовы переплачивать за него. Такие заказчики, они смотрят уже на, понятно, на более дешевые бренды, но им надо быть уверенными в том, что дешевые бренды ничем не кушать дорогие, а то и лучше. Да, потому что они привыкли к тому, что постоянно что-нибудь такое происходит, типа, например, дорогого телефона Верту, который оказывается хуже недорогого Айфона. Да, и вот им кажется, что система подешевле часто может оказаться гораздо лучше, чем система подорожки. Такие уделяют очень большое внимание к этому вопросу, сами пытаются во всем в каждом моменте разобраться, спрашивают о каждой детали, хотят все подряд. Понятно, что они всегда могут себе это позволить. Когда вы рассчитываете заказчику стоимость, то вы можете исходить из какого-либо калькулятора, таких калькуляторов неважно, неважно, на каком сайте вы их возьмете, достаточно много в интернете. Это один из вариантов, который предлагает три типа системы. Система экономичного варианта, идеального варианта и эксклюзивного. Ясно, что это все очень примерные стоимости, но, тем не менее, часто не очень далеки от реально. каждый бюджет строится из как минимум пяти пунктов. Проектирование системы умного дома, проектирование системы электроснабжения, это совершенно не одно и то же. И заметьте, это проектирование одинаковое в виде. Дальше стоимость оборудования и шаг-монтаж и пусконаладки. Ну, в последнее время я очень много слышал о том, что вариант системы эксклюзивный, слишком дешевый. реально его надо увеличивать в полтора-два раза по тем проектам, которые в среднем приходится выполнять. Ну, я с этим согласен. Эксклюзивная система на данном конкретном сайте показана слишком дешевым. А может быть потому, что не учтены очень многие моменты сопутствующие. Например, в каждой комнате будет сенсорный экран, или будет один на весь дом, или вообще мы просто с айфона будем управлять. здесь вводится площадь, и мы получаем примерные стоимости. После того, как вы оформите техническое задание, вы сможете уже более точно посчитать стоимости. Вы можете взять вот такой файлик, в котором есть функции наверху, и помещение вертикальное здесь расположено. и на каждое из помещений вы рассчитываете количество функций. Сколько у нас реле для включения и выключения, сколько у нас групп диммеров, сколько групп управления в сторону жалюзи, сенсоров, датчиков и так далее. В итоге этот калькулятор вам дает готовое коммерческое предложение, но он существует для некоторых систем, для некоторых его нужно редактировать самостоятельно. Но итоговая стоимость будет всегда после проекта, до того, как проект закончен. Все стоимости, которые даются заказчику, должны быть предварительны. Итоговая стоимость это стоимость после окончания проектирования. Когда проект закончен, сдан заказчику, частью этого проекта является уже спецификация. И там уже та схема, которая будет использоваться для закупки уже оборудований. Но на чем институт зарабатывает, тут все достаточно очевидно, но, как ни странно, не для всех. Институт зарабатывает на продаже оборудования, купленного на дилерских условиях, тут все ясно, и на работах. Работы могут состоять из концепции. Для частных заказчиков концепция чаще всего делается бесплатно, для корпоративных за деньги. Потому что для корпоративных концепция это предварительная проектирование. Проектирование понятно, что делается всегда за деньги. Монтаж, шеф-монтаж, узконаладка и сервис. Все это оплачиваемые части. Сколько давать бесплатного сервиса и на какие услуги, каждая компания для себя решает самостоятельно. Некоторые есть компании, которые никакого сервиса бесплатно не предлагают, только за деньги. Это тоже вариант. Собственно, если вы уверены в своих силах, то лучше бесплатных услуг предлагать заказчику как можно меньше, потому что он их не оценит, поверьте мне. В чем разница заработка инсталляторов в России и, например, в Европе и Америке? В Европе и Америке почти все инсталляторы не пытаются заработать на оборудовании. Они зарабатывают на работах. Поэтому работа там дороже, оборудование там дешевле. В России у нас другая ситуация. Инсталляторы пытаются сделать вид, что они работают очень дешево, поэтому за работу берут очень мало. Но для того, чтобы выжить, им необходимо купить оборудование дешевле у дистрибьютора и продать его заказчику за розничную стоимость, дав как можно меньшую скидку. Собственно, в этом основная разница. Поэтому бывают заказчики, которые приходят на наш рынок, уже построив предварительный дом где-нибудь там в Италии и удивляются, как дешево стоит работы, а потом удивляются, как дорого стоит оборудование. Это все вещи связаны. Если заказчик когда-нибудь попытается от вас попросить, чтобы вы и дешево сделали работы, и дешево продали оборудование, постарайтесь так не делать ни в коем случае. Не говоря уже о том, что это портит рынок и собственно работу вам будущую и работу вашим коллегам, но самое главное это не позволит вам заработать достаточно для того, чтобы выжить. Инсталляционная компания должна заработать хотя бы на одном из этих пунктов достаточно, чтобы жить. Также не забывайте никогда про партнерские программы для дизайнеров. Дизайнеры не забывайте и инсталляторы не забывайте. Дизайнеры с инсталлятором обязательно должны сдружиться на объекте для того, чтобы во-первых дизайнер мог получить процент от оборудования умного дома, а если это дизайнеру интересно, то заказчик получит этого оборудования больше и больше функционалов, если дизайнер ему порекомендует. Также желательно взаимно лоббировать выгодных поставщиков, потому что когда дизайнер говорит используйте вот этот бренд, а инсталлятор говорит используйте вот этот бренд, заказчик чаще всего покупает какой-нибудь еще, который вообще не имеет отношения к качеству и работает не очень хорошо очень часто. Поэтому желательно дизайнеру и инсталлятору дружить. Какие существуют типы систем? Типов систем, конечно, гораздо больше, но мы пытаемся делить их на три типа. Централизованные системы, они достаточно мощные, но они достаточно сложные и дорогие, и многие считают, что они очень надежны. Можно их, конечно, очень надежно построить, понятно, что крупнейшие здания в мире строятся на основе централизованных систем, но такие системы обходятся довольно-таки дорого. Также существует обучаемая система, которую не нужно программировать, которую можно конфигурировать длительным нажатием клавиш или подключением джамперов или прямо с айфона сразу. Такие системы мало интегрированы, не гибкие, но достаточно дешевые. Должны быть, по крайней мере, дешевые, хотя на нашем рынке часто оказываются еще и дороже, чем все остальные. И распределенные системы, которые, с одной стороны, не используют центральный контроллер, а с другой стороны, программируются с компьютера, конфигурируются довольно-таки хорошо. Мое мнение, эти системы самые интересные, но это не значит, что с этим мнением согласны все. На рынке все эти системы используются примерно одинаково. В магазинах продаются обучаемые, а также беспроводные системы, которые инсталируются на уже готовые объекты, они чаще всего обучаемые. Инсталляторы, которые склоняются к аудио-видео, домашним кинотеатрам, мультирум и так далее, используют централизованные. А инсталляторы, которые больше настроены на инженерные функции, управление освещением, климатом, чаще всего используют распределенные системы. Но многие инсталляторы их комбинируют. несколько слов об основных протоколах, которые упоминаются, когда мы ведем речь об умном дале. Существуют специализированные протоколы и общий транспортный. Мне не хочется сейчас очень глубоко в технику влезать в этом вебинаре, поэтому я буквально пару слов расскажу. Общий транспортный, это чаще всего обыкновенные протоколы, очень немолодые, которые давно-давно используются для того, чтобы соединять друг с другом различные элементы. Изначально, наверное, какие-нибудь промышленные или просто компьютеры друг с другом, а сейчас используются и для систем управления. РС-485 это обыкновенный двух, реже трех проводный протокол. Он используется как основа для многих специализированных протоколов. Например, для SmartBus или BassPro, для DALI, для DMX, SmartBus и других. Например, такие протоколы, которые управляют мультизональными системами кондиционирования Daikin или Mitsubishi используют именно РС-485 протокол для соединения этих устройств друг с другом. TCPIP протокол применяется тоже повсеместно, но как внешний дополнительный протокол, они как основной. И эта ситуация скорее всего изменится и CPIP со временем станет основным протоколом, а все остальные станут работать над ним. Из специализированных протоколов, конечно, очень часто используются KNX, KNX, Modbus для более промышленных инсталляций, KNX для более домашних, Bass Pro Smart Bass как открытый протокол основанный на 485 китайский, далее как протокол объединения компаний, производящих светильники OSRAM, Philips, Helwer и другие. DMX как протокол пришедший из профессионального освещения и сейчас используемый чаще всего для управления светодиодами. Loneworks как протокол управления климатом и системами безопасности в здании. Беспроводные протоколы, здесь синенькие выделены Z-Wave, Zigbee и Notion, а также существуют другие. KNX это распределенная технология и ассоциация, которая сейчас объединяет более 300 производителей. Уже к 400 их количество приближается. Изначально европейская технология сейчас старается завоевать и остальной мир. Главные производители, некоторые упомянуты здесь, это далеко не все АББ, Schneider Electric в варианте Миртен и просто под брендом Schneider Electric Гира, Юнг и другие. Тем не менее, на американском рынке эта технология серьезного места не занимает. На американском рынке у нас другая система. Эти вот данные говорят о том, что Крестрон почти 60% американского рынка занимает. Ну, не 60% самого рынка, применяется почти в 60% проектов. Control for 50, Savant 46, AMX 19 и так далее. Часто они применяются вместе, как ни странно. Потому что вы можете заметить, что это не 100% вот эта сумма. AMX централизованная технология. сейчас принадлежит Harman. Имеет широкие мультимедийные возможности. Не буду глубже протокола сейчас и в конкретные бренды заходить. Крестрон тоже самая централизованная технология, тоже широкие мультимедийные возможности. По большому счету Крестрон и AMX ближайшие конкуренты. Некоторым нравятся одни, некоторые другие. У Крестрона сейчас есть довольно интересная динречная линейка, которая представлена на этой схеме. Тем не менее, технология тоже централизованная, все крутится вокруг этого центрального процессора в данном случае. Control4 тоже централизованная технология. На данный момент принадлежит Cisco, чем интересно, потому что Cisco один из ключевых игроков на рынке информационной технологии и интернет-вещей. Тоже довольно-таки широкие мультимедийные возможности. Довольно широко используется протокол ZigBee в своем собственном варианте, который они называли ZigBee Pro для управления освещением и электрическими нагрузками. Savant довольно интересная технология, по большому счету программная, которая использует оборудование Apple для работы. Центральным контроллером обычно выступает Mac Mini. Чаще всего даже работают два сразу Mac Mini, которые дублируют друг друга. Если с одним из них что-то произойдет, то второй его подстрахует. Как устройство управления логичным используются iPad, iPhone, iPod и так далее. Clipsal Sebas довольно популярная технология. С 2004 года принадлежит Schneider Electric, хотя изначально появилась в 1995-1996 годах, когда Clipsal был самостоятельной компанией. Главный офис находится в Австралии. Clipsal главный поставщик по всей Азии электротехнических изделий. По большому счету, приехав куда-нибудь в Таиланд или на Бали, вы увидите Clipsal абсолютно везде, но это будут обычные выключатели. Поэтому технология управления очень серьезно распространилась, потому что очень много инсталляторов Clipsal в разных странах мира, больше чем 80 стран мира. Они используют распределенное построение и довольно интересно сочетают свободное программирование и преднастройки. Система преднастроенная с одной стороны ее можно быстро настроить. С другой стороны, если вы захотите ее настроить глубже, то предлагается язык программирования на основе Pascal, который можно загрузить в различные контроллеры, которые работают в рамках Clipsal. LeGran 2 основных бренда в области умного дома двигает. Один они получили вместе с Betichino, другие они получили вместе с Vontage. Раньше работали с KNX, потом перестали. Сейчас, мне кажется, постараются начать. Betichino предлагает обучаемую систему. Сам протокол, если не ошибаюсь, называется MyHome. они могли поменять его название, они пытались вроде бы это сделать. Кабель, например, у них называется шинный SCS кабель. Это относительно простая автоматика, работающая с джамперами сзади самих выключателей и контроллеров, но имеющая дополнительные модули, типа модули сценариев, которые позволяют какие-то более сложные вещи настроить. Она довольно привлекательна для дизайнеров, как, собственно, и все итальянские марки. С другой стороны, Vontage это достаточно дорогой бренд, который тоже в рамках Legrand представляет умный дом, больше настроенный на мультимедийные опять же системы, тоже использует централизованное построение. Протокол SmartBus, который изначально был просто SmartBus, потом разделился на SmartBus G4 и HDL Bus Pro, который сейчас производит два завода в Китае, оба. Этот протокол как разработан, так и произведен в Китае. Сама технология SmartBus распределенная, используя 485 открытый протокол, имеет множество шлюзов к другим системам и очень-очень быстро развивается, потому что китайцы сейчас наравне с корейцами быстрее всего выпускают новинки и пытаются современным трендам соответствовать. При этом сохраняют довольно-таки невысоку институтся. На российском рынке по данным таможенных деклараций лидирует Юнг, на втором месте Кристрон, дальше АББ, Гира, АМХ. Однако данные таможенных деклараций, как вы понимаете, на российском рынке это не самые актуальные данные, учитывая тем более таможенный союз последние годы. Поэтому я бы относился к этому топу с некоторым скептицизмом. Но тем не менее, на данный момент это самые близкие данные к реальной ситуации, которые лично у меня есть. Да, еще один момент. Другие бренды составляют около 50%, то есть это половина рынка. И по большому счету любой из других брендов оттуда входит собственно и HDL и всевозможные Zenio и другие производители тоже занимают достаточно немалую часть рынка. В России производится как ни удивительно немало оборудования, которое применяется в системах умного дома. В основном они происходят от промышленных систем автоматики, которая в общем-то неплохо развита. Тут Signetix питерский завод играет неплохую роль. Он один из лидеров разработки вентиляционных контроллеров. Как раз один из таких контроллеров Pixel вы видите на экране. Insight бренд конкретно созданный по системе умного дома. Разумный дом тульский производитель, который производит контроллеры поддерживающие Modbus и Smartbus HDLBus Ovin который производит в основном все-таки промышленные контроллеры и контроллеры управления зданием, которые многие энтузиасты используют для домашних систем. Чем все эти контроллеры отличаются? По большому счету они почти все поддерживают R4355 чаще всего Modbus как самый открытый и самый независимый от производителя протокол хоть и изобретенный когда-то Schneider Electric но тем не менее сейчас он по большому счету в народе и среди энтузиастов имеет довольно-таки широкое распространение. Иногда применяются и дополнительные протоколы но все-таки с Modbus мало кто из них конкурирует по количеству применений. Из программного обеспечения довольно немало российских производителей программного обеспечения для умного дома. Собственно не буду как сторона заинтересованная какие-то описания здесь давать. Iridium Mobile отличается самым широким спектром поддерживаемых протоколов и продвинутой средой разработки для инсталляторов. Tron BMS дает 3D интерфейс уникальный и по большому счету в мире никем не повторенный и старается стандартизировать пользовательский интерфейс сделать пользовательский опыт одинаковым для всех. Есть и другие производители, но мне с ними в меньшей степени приходилось сталкиваться. Если мы посмотрим на стоимость различных систем и различных брендов, то мы увидим примерно такую закономерность. три типа систем норма люкс эксклюзив допустим используем такое разделение по стоимости самые недорогие вы видите слева. Я не назвал их бюджетным сегментом, потому что все-таки система умного дома это не дешевая система в любом случае, поэтому я назвал их норма. Дальше между люксом и нормой находятся некоторые бренды Телеграна, за нее я ждал как самые недорогие КНХ производители. Дальше внутри люкса мы видим много КНХ производителей Clipsal, Teletask, на грани с эксклюзивом здесь Werker Gear и практически только эксклюзивные проекты делаются на Крестероне, АМХ и в России Control 4, хотя в Америке это скорее ближе к норме. Некоторые дизайны элементов управления Clipsal делают упор на металлические и стеклянные дизайны. Эта линейка с круглыми клавишами называется Saturn. Она у них самая популярная. клавишная панель DLT с экраном и E-DLT с цветным экраном и более высоким разрешением. Интересно тем, что каждая клавиша имеет рядом с собой часть экрана, которая динамически обновляется, то есть она может информацию из сети получать о температуре, или какие-то другие данные. Также температура здесь внизу видна. Четыре странички интерфейса. Каждая из клавиш может перелистывать функции. Например, на правую вы можете нажать получить одну. Один сценарий, второй, третий, а потом налево и третий, второй, первый. И так далее. Также вот такая линейка Modena и Avanti у них есть под итальянцев сделан. они ее получили вместе с покупкой Flexella шведского. Сенсорные экраны в том же дизайне, что и клавишные панели. Достольные экраны. Crestron множество сенсорных панелей. Никогда не умирающие пульты с кнопками. И собственно мое мнение, что они не умирают никогда. одно из самых больших преимуществ производителей, которые производят такие пульты на высоком уровне, то, что заказчики всегда хотят не только сенсорное управление требуется на объектах. Другие экраны вот такие интересные пульты, которые можно применять в бассейнах, даже плавающие. европейскую линейку в прошлом или позапрошлом году они представили. Но в основном это все-таки чаще всего такого рода американский дизайн. Одноганглые коробки. Bush Yeager, как бренд ABB, такая вот одна из самых популярных панелей буш-прион, целая линейка такого дизайна, один из самых популярных дизайнов у ABB сейчас. Интерфейс, который управляется вот таким вот поворотным колесом. Jung, как один из самых известных и популярных производителей KNX на российском рынке. Довольно много дизайнов представляет, вот некоторые из них. Geera, один из самых популярных брендов у дизайнеров, тоже KNX линейку представляет, а также линейку домофонов совместимую с выключателями. Вот такую классическую золотую линейку они вывели на рынок относительно недавно. Berker долгое время имел славу самого дорогого KNX производителя, не знаю, возможно, до сих пор так и осталось. базальт конкурирует как один из самых дорогих производителей с Berker матовый металл используется во всех этих выключателях. Действительно есть ощущение как будто это какой-то минерал. Сенсорное управление не поддерживают двойные клики сенсорные, мультитач поддерживают, нажав на две клавиши или двумя пальцами вы получаете другую функцию и так далее. HDLBUS производит линейку KNX Thermocon производит вот такие панельки совместимые со стандартом InOcean KNX MIRTEN как шнайдерский бренд довольно много производит различных элементов управления в том числе сенсорное стеклянное вот такого плана. SmartBus устройство без KNX сейчас уже более новые панельки у них появились чем те которые показаны на экране. Сенсорные кнопочки на стекле мультифункциональные клавиши клавишные панели с экраном и собственно все. Есть конечно гораздо больше всего у этих у перечисленных и не перечисленных брендов но тем не менее к сожалению наше с вами время заканчивается и последнее что я хотел бы вам сказать это совет из каких этапов должна состоять ваша работа в рамках проекта. Не все понимают что вы должны сначала все спроектировать и проект должен состоять из концепции предпроекта иногда это одно и то же технического задания и спецификации не говоря об остальной проектной документации. Дальше вы покупаете оборудование поставляете первую очередь встраиваемое устройство потом вторая очередь пульты экрана которые устанавливаются когда уже пыли нет на объекте монтаж состоит из кабельных работ важнейшая часть монтажа щита дальше уже крепление оборудования на стенах дальше идет пусконаладка состоящая из задания программирования наладки пультов дальше идет обслуживание если какой-то из этих этапов упущен то скорее всего на объекте могут возникнуть сложности на этом на сегодня я хотел бы закончить если у вас есть вопросы вы можете их сейчас задавать в чате до сих пор низкой «Святой» » «Святой»